Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. Сегодня в выпуске Оперативная информация об эпидемиологической обстановке в Десногорске. Мы планируем с 1 августа закрыть инфекционное отделение «Ковид», которое сейчас расположено в здании роддома. Традиция добрых дел в Десногорске и её новые успехи. Очень приятно, что организации и люди занимаются тем, что помогают ветеранам, включая нашу ветеранскую организацию. О текущей эпидемиологической ситуации в Десногорске и работе профильных отделений медсанчасти 135 сообщила заместитель руководителя учреждения Лидия Штаней. Здравствуйте, уважаемые жители города Десногорск. На сегодняшнее число в инфекционном отделении стационара на госпитализации находится 25 человек с пневмонией, из них 6 с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией. Тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов нет, в отделении реанимации пациенты с данным заболеванием не находятся, на аппаратах ИВЛ никого нет. Всеми необходимыми лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты медсанчасть обеспечена в полном объёме. На амбулаторном лечении находится 20 пациентов с подтверждённой новой коронавирусной инфекцией, в состоянии их удовлетворительные, либо в средней степени тяжести. С 6 июля мы возобновили проведение периодических и предварительных медицинских осмотров, проводятся у нас медицинские осмотры для получения справки на оружие, работает водительская комиссия, работает комиссия по проведению обязательного психиатрического освидетельствования. При сохранении стабильной эпидемиологической ситуации и при улучшении этой ситуации мы планируем с 1 августа закрыть инфекционное отделение COVID, которое сейчас расположено в здании роддома. И после проведения заключительной дезинфекции, которая займёт 2 недели, детская поликлиника возобновит свою работу в своём здании, роддом начнёт работать тоже в своём здании, женская консультация заработает в обычном режиме. К сожалению, случаи выявления новой коронавирусной инфекции по Смоленской области ещё имеются, поэтому прошу вас соблюдать все меры предосторожности в масочный режим. Всего вам доброго, будьте здоровы! Традиция добрых дел, которая с новой силой началась в Десногорске этим летом, отмечена очередным успехом. Обновками может похвастаться подъезд дома номер 16 первого микрорайона. Тот самый, где живёт один из ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь путь из дома на улицу и обратно ветерану будет преодолеть значительно легче. Сегодня мы устанавливаем пандус участнику Великой Отечественной войны Октябрине Андреевне Кононенковой. Очень приятно, что организации и люди занимаются тем, что помогают ветеранам, включая нашу ветеранскую организацию. Это подарок неравнодушных людей и организаций города, которые по мере сил не словом, а делом помогают Десногорску. Ранее благодаря этому уже удалось сделать легче жизнь нескольких маломобильных горожан. Добродетели на этом обещают не останавливаться. В конце выпуска о погоде. 24 июля в Десногорске переменная облачность, возможно гроза. Температура днём плюс 18, ночью до 11 тепла. Смотрите наш телеканал, а также наши профили в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьёв. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова